Лодыри долой. Центр макроэкономического анализа предложил работодателям массово увольнять неэффективных сотрудников. Аналитики уверены, избавление от бесполезных рабочих рук, особенно в обрабатывающих отраслях, поможет поднять ВВП России на 4,5%. Однако не все эксперты с пониманием отнеслись к таким радикальным мерам. Экономика не существует сама по себе. Экономика – это компания. А компании – это люди. Они и производят, они же и потребляют. Так что основной вывод – надо не сокращать людей, а больше тратить на развитие. Будут инвестиции – будут и победы. Низкая производительность – это не из-за того, что у нас люди мало работают или людей слишком много. В развитых странах 1 доллар зарплаты работника производит 1,7 доллара ВВП. В России – 4,6 доллара ВВП. Видите, какая отдача? У Анатолия Стригуна сеть барбершопов. Салоны открыты в семи регионах, в штате десятки специалистов. Уверен, неэффективным сотрудникам в коллективе не место. Если мы видим, что он старается и у него там действительно что-то не получается, конечно, у этих людей цикл больше жизни у нас. Если он не хочет и не иметь желание, смысл таких людей держать нет. Вот это тратишь его время и свое время. По наблюдениям HR специалистов и до пандемии частные компании предъявляли высокие требования к эффективности работников. А ситуация с ковидом заставила стать расчетливее буквально всех работодателей. Существенные сокращения наблюдаются в сферах обслуживания и торговли, ивенте, ресторанном деле, транспорте. С весны самые популярные запросы в консалтинговых агентствах провести оценку 360. То есть просчитать эффективность каждого сотрудника от низшего звена до руководства. Кризис коснулся практически всех. Запросы изменились в сторону оптимизации. Найти более экономичного для бизнеса специалиста – это раз. И найти специалиста такого многофункционального сотрудника, то есть человека, который мог бы замещать несколько функций в компании. Каждый второй работник до пандемии был готов кардинально сменить профессию. Теперь россияне стали реже увольняться добровольно, прежде всего из страха безработицы. А если уходит, то выбирает наиболее востребованные профессии – СММ или пиар-менеджера, контент-маркетолога, дизайнера или сео-специалиста. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.